Сегодня вы сможете послушать запись интервью с известным тюркологом, директором Института Востоковедения Национальной Академии Наук Армении Рубеном Сафрастяном. Что касается послушать, то я не оговорился. Дело в том, что на момент записи нашего разговора с Сафрастяном профессор был не совсем здоров, а времени дожидаться полного оздоровления у нас не было. Тем не менее, разговор был интересный, конструктивный, и именно поэтому мы представляем запись вашему вниманию. Вот вопрос, который интересует лично меня, я думаю, и остальных тоже. Почему азербайджанская тюркология в корне отличается от академической тюркологии вообще мировой? И это им сходит с рук. Вы знаете, очень трудно определить, что такое современная азербайджанская тюркология. Если бы мы говорили о азербайджанской тюркологии или туркологии, все-таки тогда не поощрялись исследования по тюркским народам. Если мы будем говорить о азербайджанской тюркологии в период Советского Союза, то, надо сказать, у них была довольно значимая туркологическая школа, которая, конечно, имела некоторые особенности даже в советский период. И эти особенности определялись самим характером и направленностью тюркологических исследований, которые я бы вкратце охарактеризовал как влияние турецкой историографии. То есть азербайджанская тюркология или туркология в период Советского Союза развивалась под влиянием, определенным влиянием, конечно, не всеобъемлющим влиянием, определенным влиянием турецкой историографии, официальной турецкой историографии. После распада Советского Союза я, честно говоря, не встречал сколь-нибудь серьезных работ азербайджанских наших коллег. То, что там печатается, печатается людьми, которые не ведут фундаментальных исследований по коренным проблемам туркологии и туркологических изысканий. Большей частью это работы аналитического характера, которые имеют вполне определенную ангажированность. И, по всей видимости, они тоже замыкаются на каких-то турецких центрах аналитических. К сожалению, я констатирую, что та туркологическая школа, туркологическое направление востоковедной мысли в Азербайджане, которое было в советский период, после распада СССР фактически перестало существовать. Насколько я могу судить, конечно. — А вам наводилось когда-нибудь сталкиваться, может, вместе наверняка собирались на каких-то симпозиумах, форумах, где присутствовали и азербайджанские туркологи, говорить с ними? — Обычно азербайджанские туркологи, с которыми я встречался на научных форумах, скажем, где-нибудь за рубежом, они выступают не в качестве исследователей Турции, а, будучи по специальности, по образованию туркологами, они занимаются какими-то другими проблемами. Вот все исследования, которыми проблемами конфликтологии, скажем, более конкретно Нагорно-Карабахской проблемой, проблемами региональных отношений. Но современную Турцию или историю Турции, я не встречал людей, которые специально этим бы занимались, в современном Азербайджане, специально писали бы какие-то такие научные работы. — Ну вот известно, что, скажем... — В отличие от нас, от армянских туркологов, нам удалось сохранить вот эти традиции глубокого, фундаментального, более или менее основывающегося на изучении первоисточников, изучения истории и современных проблем Турции. У нас это, я думаю, в независимой Армении, у нас есть своя туркологическая школа, которая берет свое начало еще в советского периода. — Ну вот, а не секрет, что та же Турция, да и народы на политическом уровне, считают народы, тюркские народы Средней Азии своими чуть ли не отцами-основателями, да, и так и говорят Ахаби-Или. — Тем не менее, Азербайджан, говоря о том, что Икидуевляд-Бирмилляд, да, одна нация, два государства, так они не считают. То есть, с одной стороны, братство кровей, с другой стороны, такое ощущение, словно эти два народа иначе как-то развивались. Одни были автохтонами, третий пришли из Средней Азии на Малую Азию. — Вы считаете, что проблема азербайджанской тюркологии только в Нагорном Карабахе или что-то иное? Почему они отличаются, скажем, от турок? — Я думаю, прежде всего мы должны отметить, что современная Турция — это сложившееся государство, государство, которое прошло определенный путь развития, путь эволюции. И этот путь эволюции характерен и для турецкой исторической мысли. В начальный период существования Турецкой республики были заложены официальной историей, так называемой Турцией. Было создано турецкое историческое общество под непосредственным руководством Ататюрка. Был создан курс истории Турции также под непосредственным руководством Ататюрка. Он сам все это просматривал правила. И вот этот курс истории Турции был положен в основу официальной идеологии Турецкой республики и стал официальной историей Турции. Все исследования, которые велись по истории Турции, в той или иной степени исходили из этой официальной истории. И в этот период кемалистской истории, более официальной истории, который продолжался где-то до конца 80-х годов в таком наиболее полном виде. Пантюркизм рассматривался как явление, которое может принести больше вреда на современном этапе для Турецкой республики. Пантюркизм рассматривался как идея, как цель более отдаленная. И вот это накладывало отпечаток на восприятие пантюркизской идеологии в Турецкой республике в целом. Конечно, был период Второй мировой войны, когда пантюркизм сразу вдруг расцвел. Это было связано с тем, что Турция вынашивала экспансионистские планы в отношении Кавказа и была необходима идеологическая основа для этой экспансии. Поэтому пантюркизм, который находился в период Кемалистской республики в качестве полуподпольной идеологической, политической концепции, он сразу вдруг нашел поддержку государства и расцвел. После этого, после того, как стало ясно, что невозможно осуществить эти планы, известно, в 1944 году состоялся процесс пантюркистов, и лидеры этого движения вновь были отодвинуты от политической арены. Их в числе был, конечно, и Арслан Тюркеш, руководитель и создатель Первой пантюркистской партии Турецкой республики. Но после распада Советского Союза в Турции пантюркизм опять начал рассматриваться, как и в период молодо-турок, как одна из вполне реальных целей турецкой внешней политики и общества, турецкого общества в целом. Именно с этим связано восприятие в современной Турции пантюркизма как чего-то такого, которое реально существует. Может быть, в виде культурного сообщества, может быть, в виде сообщества тюркоязычных народов, которые преследуют какие-то экономические цели, в какой-то степени политические. То есть то, что обычно называется неопантюркизм. В Турции, я считаю, расцветает неопантюркизм. И не случайно, что эту тему мы исследуем у нас в отделе, у нас есть сотрудник, который специально занимается этой проблематикой. В Азербайджане все-таки ситуация была несколько иная. не секрет, что в Советском Союзе пантюркизм преследовался как буржуазное, опасное течение. И вот это, конечно, наложило свой отпечаток на восприятие пантюркизма и в современном Азербайджане. Современный Азербайджан государство, которое имеет богатые ресурсы, энергоносители, нефти и газа. И заинтересованность в сотрудничестве с другими тюркозыщими народами у них довольно такая, я бы сказал, не сильная. Поэтому Азербайджан как-то все-таки старается держаться немного изолированно от других тюркозыщих народов. Вместе с тем, когда возникает необходимость, Азербайджан использует пантюркизмский фактор. Я имею в виду годы Карабахской войны, когда в Азербайджане сражались на стороне азербайджанских агрессоров, сражались и представители, скажем, серых волков пантюркизмских организаций, которые существуют и усиливаются в Турции. Я думаю, ответил на вопрос. Да, ответили. В принципе, как говорится, на войне все средства хороши, когда нужно и пантюркизм используется в Азербайджане, когда нужно и пан-исламизм, когда нужно и пан-шиизм. Но пан-шиизм это все-таки... Ну, это да. Я это утрировано. Я имею в виду в Азербайджане используется все. Надо учитывать особенности внешней политики Азербайджана. Мне кажется, азербайджанская внешняя политика направлена на то, чтобы не стать частью какого-то военно-политического альянса и даже экономического. Они стараются как можно держаться подальше от всяких таких союзов. И Европейский союз, и складывающийся Евроазиатский союз, и НАТО, и ОДКБ. Это обусловлено тем, что правящая элита Азербайджана пытается как можно больше использовать фактор энергоносителей для обогащения. Им надо, чтобы вот это, то, что они имеют, продавали и они обогащались на этом. Вот это основная цель их внешней политики. Вернемся на пару столетий назад. Интересно было бы узнать о Вараванском ханстве. Можно ли называть это ханство одним из первых или может быть первым, не знаю, азербайджанским государством? Что вы говорите? Ну, вот такие вот вопросы. Эмусируются, мне надо их задавать. Абсурдно, конечно, это несерьезно. Ссылка на то, что все-таки ханы были тюрками. Вы знаете, вот у нас в Армении были изданы работы официальных турецких историков, так называемых Лака и Нюиз, и путешественников, в том числе по Армении, по Закавказу. Кстати, мой дед издавал. И там используется и название Эрменистан, Армении, и описывается вот Эвля Челеби, известный турецкий путешественник, он бывал, проходил и все рассказывает, как здесь живут армяне, какие у них привычки и так далее. То есть турецкие историки, официальные турецкие историки того периода в Ак-Нюизе, путешественники, они все это реально описали. Так что то, что сейчас пишут в Азербайджане, то они даже не читали по всей видимости работу. Я думаю, просто не хотят это читать, потому что это не в угоду. Но это не серьезно. Вот в четырех томах в Армении были в 60-е, 70-е годы изданы работы официальных турецких историков в Ак-Нюизе и путешественников средней кое-большей частью которых рассказывается о Закавказе, о Западной Армении, и в них описываются эти страны, те, которые они видели своими глазами, которые описывают как армянские. Употребляется название Армения, Арменистан, Армяне, то есть то, что современная турецкая историография пытается всячески фальсифицировать, и в том числе азербайджанская тоже, конечно. Эти работы турецких историков были частично изданы и на других языках, в том числе и на русском, скажем, работы известного турецкого путешественника 17 века и вляча любви издавались советскими востоковедами, в этом издании участвовали представители востоковедных востоковедных институтов не только Москвы и Ленинграда, но и Армении. Так что это все известно. Просто надо, я думаю, в современный период, когда интернет приобретает такое огромное значение, эти работы больше распространятся по интернету, и в какой-то степени, я думаю, надо привлекать переводы этих работ турецких историков и на западные языки, с тем, чтобы фальсификация истории, которая стала основным направлением деятельности современной азербайджанской историографии, не имела выхода на широкую аудиторию, чтобы мы могли противопоставить вот этой фальсификации то, что было написано, скажем, несколько столетий тому назад с самими же турецкими историками-путешественниками, вот это, я думаю, наиболее верный способ противопоставить истину фальсификации. Кстати, мы занимаемся этой проблемой, скажем, пытаемся создать, воссоздать, я бы сказал, ту школу, османистическую школу, которая была в советской Армении. Это требует времени и затрат, потому что, сидя в Ириване, подготовить специалиста по османскому языку, по изучению османских архивов, османских первоисточек, очень трудно. У нас преподается османский язык в университете, факультете востоковедения, но надо проходить практику, скажем, и в Турции работать в османских архивах, работать с первоисточниками, это требует времени. Я думаю, это задача, которая вполне осознается нами, будет решена в ближайшие годы. И очень важно, чтобы наши историки, османисты, работали именно в турецких архивах, потому что изучение турецких архивов имеет огромное значение с одной стороны для более полного понимания политики геноцида в отношении армянского народа, но и с другой стороны очень это важно для изучения истории армянского народа. Несколько столетий мы находились под турецким игом и входили в состав османского государства, так что османские архивы с этой точки зрения очень важные значения имеют для нас. У нас мало времени, поэтому в короткий срок уложиться по разным аспектам. Хотелось бы еще узнать о айрумах. Мы знаем, что в составе... Я не специалист. То есть вы ничего не можете сказать об этом? Я не буду. Сами как думаете как тюрколог? Говорят, что они каких-то армянских кровей, другие говорят, что это все-таки тюрки из Византии. Я не могу это говорить. Не беретесь просто говорить. Ясно. Хорошо. Тогда давайте поговорим... Я специалист по новой новейшей истории Турции. Я понял. Тогда давайте поговорим вот о чем. Последний будет вопрос. И он, наверное, самый актуальный, самый важный. Вот мы сейчас видели книги на армянском языке. Я так понял, что русского перевода нет. Есть только перевод с турецкого на армянский язык, которому вы говорили, что перевел дедушка. Есть, да? На русском языке? Не все, конечно. Как я уже сказал, на русском языке в течение нескольких лет издавались переводы работ и влячей любви на русский язык в течение нескольких лет и в нескольких томах. Это была одна из фундаментальных работ советской туркологии, в которой участвовали специалисты не только из Москвы и Ленинграда, но и из национальных республик, в том числе Армении. Я думаю, даже был там специалист из Грузии, я думаю, даже был специалист из Азербайджана. Ну, дело не в этом. Я другому. Я хотел спросить вот о чем. Идет информационная война. Все мы знаем, что Азербайджан тратит огромные суммы на фальсификацию всего, что можно фальсифицировать и сделать какую-то, может быть, уравниловку, да, или наоборот удребнить свою историю. Пишутся книги на разных языках мира, организуются всякие фестивали и прочее, и прочее. Почему на это не обращает внимание армянская наука? Почему на это не обращает внимание? Ну, если обращает, то слабо, потому что Азербайджан действительно в этом нанесе. Я с вами согласен. Конечно, в масштабах мы не можем сравниться с азербайджанцами. Идет информационная война, идет война против нашего исторического наследия. мы мы эту проблему уяснили для себя. Правда, с опозданием. Но начинаем уже, я думаю, разворачивать какую-то свою работу в этом направлении. И недавно начало издаваться у нас в Армении, я не знаю, вам рассказывали, может, Ашот тоже расскажет об этом, на армянском, английском, французском и русском языках вестник армяноведения, основной целью которого будет выявление и защита истины от фальсификации. С другой стороны, мы, то есть Институт Востоковедения начал издавать в четырех томах историю сопредельных с Арменией государств. Это впервые такое издание осуществляется в Армении. Мы используем и армянские источники и источники наших соседей для того, чтобы написать историю наших соседей. Вышел уже первый том. К сожалению, у меня сейчас нету. если я могу вам тоже показать. Или надо показывать? Пожись. И вот здесь введение цель написать объективную историю, основанную на первоисточниках, с привлечением армянских источников, историю наших соседей. Это тоже будет использоваться в этой информационной... Это сначала на армянском, но намечается издание на русском и на английском двух томах по всей вытянности. Армянские издания были четырех томах. То есть идут работы, конечно, в этом направлении, но мы тоже чувствуем, что недостаточно. Надо больше издавать на иностранных языках, надо больше использовать возможности, современные возможности интернета. Надо больше участвовать, выступать на международных конференциях, чтобы отстаивать нашу точку зрения. Но я думаю, все-таки истина за нами. Так что даже если Азербайджан огромные средства на это тратит, пытается широким фронтом осуществлять такое наступление на истину, я думаю, в конце концов потерпит поражение. По вашему истину можно победить? Нет. Спасибо большое. Пожалуйста. Я напомню, что если нас видят и слышат те, кто готов помочь перевести столь ценное творение на русский язык, были бы мы очень рады. Свои предложения вы можете присылать администраторам канала и соцсетей, где увидите логотип антитопор. Ну, а на этом все. До встречи на будущей неделе. субтитры и субтитры Продолжение следует...